я приветствую друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей тема нашего очередного видео урока режущий инструмент для нарезания зубчатых колес и шлицев различного наименования достаточно интересное видео очень информативно поэтому устраивайся поудобнее а мы начинаем и так нарезание зубчатых колес и шлицев процесс такой вот в производстве зубчатых колес нарезание зубьев и шлицев на зубофрезерных станках является наиболее распространенными трудоемким процессом металлообработки специальным режущим инструментом для зубонарезания можно нарезать цилиндрические зубчатые колеса внешнего и внутреннего зацепления с прямыми и косыми зубьями стандартной конической бочкообразной формы блочные колеса червячные колеса шлицевые валы звездочки цепных передач и многое 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 другое в принципе все что имеет зуб можно нарезать с помощью инструмента которую мы сегодня с вами будем рассматривать итак первое это королева наверно всех на зубообрабатывающих инструментов червячная фреза вы такую червячную фрезу видели может быть не такую они различных конструкций могут быть сборные разборные твердосплавные быстрорежущие с различным модулем диаметром длиной в общем очень много разновидностей они позволяют нам нарезать цилиндрические прямозубые шестерни также мы можем нарезать цилиндрические косозубые шестерни без проблем мы нарежем звездочку или к примеру червячное колесо ну и также сможем нарезать шлицевые валы с различными шлицами их может быть различное количество длина и модуль следующее что у нас идет это дисковая модульная фреза но вот так выглядит дисковая модульная фреза это естественно с твердосплавными пластинами напойными и с помощью нее можно сделать цилиндрические прямозубые шестерни можно сделать звездочки либо нарезать шлицы на валах естественно производительность намного ниже чем червячной фрезой делать аналогичную операцию но все-таки если такое-то штучное производство если это ремонтная служба то конечно дисковые модульные фрезы позволяют производить вот эти все шестерни и звездочки концевые фрезы концевая фреза выглядит вот так естественно может быть немножко другой конструкции вот так прорезать и видите сразу две эвальвенты профиля прорезается с помощью фрезы это есть от фреза модульная также можно получать цилиндрические прямозубые шестерни можно получать шлицевые валы и звездочки если у вас какая-то фасонная концевая фреза с профилем именно таким какой вам нужен для изготовления вашей именно звездочки и так зуборезные головки куда же без них вот такая конструкция это конструкция достаточно сложная выставляется перетачивается специальный инструмент который встречается только на специализированных предприятиях на которых изготавливаются вот примеру такие вот конические шестерни с круговым или с называют спиральным зубы в том числе с гипоидным смещением где производят такие шестеренки естественно вы можете увидеть такие вот зуборезные головки также есть еще зуборезные головки которые работают в паре видите здесь уже такое раз расположение резцов по наружному диаметру то есть они выступают и они нам позволяют позволяют делать конические прямо зубы шестерни с помощью вот такого инструмента естественно налаживается регулируется выставляется на станке и вне станка и на станке выставляется и позволяет конические шестерни различного модуля конструкции диаметров изготавливать следующее что нельзя обойти это долбики естественно долбики тоже имеют различную конструкцию различные материалы сплавы покрытия сборные разборные различных модификаций и модулей позволяют нам делать цилиндрические прямозубые шестерни можно с помощью долбика сделать цилиндрическую косозубую шестерню можно сделать шлицевый вал но обычно волы делают червячными фрезами в редких случаях дисковыми модульными фрезами но можно сделать по идее и долбиком но что отличает долбики другого инструмента что с помощью долбика можно сделать шестерни с внутренним зацеплением ни одним до этого который мы рассматривали инструментом такую шестеренку сделать к сожалению нельзя дальше skyver это уже новая технология вот такой вот инструмент как ведь он похож чем-то на долбяк но у него есть своя конструкция зубчатого венца и совсем различные ходы похожи чем-то но различные ходы по сравнению с зуба долблением естественно можно получить цилиндрическую прямозубую шестерню можно со спортом с помощью skywing сделать цилиндрическую косозубую шестерню можно на валу нарезать шлицы но можно сделать также шестерни с внутренним зацеплением достаточно быстро то есть если сравнивать skywing с зубодолблением то это в разы-в разы просто быстрее причем качество достаточно хорошее есть нюансы определенный а есть еще и у меня целое видео про скайпинг на канале поэтому можете перейти и его посмотреть на этом все друзья спасибо за просмотр ставь лайк и делись с другом этим видео он тоже хочет его посмотреть наверняка а вам добра пока пока